Новый гибрид ОТК Охотника на демонов. Играется бодро и может привести вас к победе тонной различных способов. Данная колода появилась уже давно, однако к хорошему винрейту пришла не сразу. В отличие от стандартной вариации ОТК ДХ, здесь присутствует набор из существ с предсмертными хрипами, преимущественно на добор карт и отхил, что очень помогает при сетапе вашей комбинации. Да еще и может ввести вашего оппонента в заблуждение и заставить его делать не те ходы, которые будут максимально эффективны против ОТК. По геймплею мы стараемся добирать максимум карт, естественно не умирать и реализовывать череп гулдана с крикуней. После этого, даже если вам очень не повезет, уже на девятой мане со всеми нужными существами мы можем снести оппоненту 36 хп. Неплохо, не правда ли? Замен в колоде, к сожалению, не предусмотрено. Но если геймплей вам понравится и окажется полезным, буду крайне благодарен за лайк и подписку на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном как сюда плагиат и самое время покамбить. Всем привет и привет с вас на моем канале, за микрофоном как сюда плагиат. В этом ролике мы с вами продолжаем рассматривать колоды, которые появились или обновились с выходом нового мини-сета под названием Пещеры Стенаний. И сегодня мы с вами играем на еще одной колоде Демонхантера, которую я прям... Которую мне не терпится вам продемонстрировать, потому что она действительно очень крутая и является таким неким гибридом между ОТК, колодой ДХ, и совсем недавно, ну, укрепившимся в мете, скажем так, Демонхантере на Пресмертных Хрипах. Эту сборку мне посоветовал. Ну как, я такой, извини, а вот на чем ты играешь? Вот я тоже хочу быть топовым, я тоже хочу поиграть. Вот, злой, злой грузиныч мне скинул эту колоду. И будем мы сегодня ее с вами тестить. Я на стриме уже потестил, вроде получилось неплохо, даже несмотря на то, что я далеко не самый лучший игрок на Демонхантерах ОТК. Так что можете, в принципе, мораль на плюсы себе ставить. Не знаю, что за друид сейчас против нас попался, немножко сломаю себе взаимодействие Пресмертных Хрипов. Но если это какой-нибудь Токен Друид, то мы сможем это зачистить сейчас Талантливого Чердеева Плеск Верный. Потом посмотрим. Да, это Токен Друид. Их, сейчас бы на Токен Друиде поиграть. У-у-у, ставь лайк, если правда, если жиза. Хорошо, Талантливого Чердея мы можем отдать спокойно. Да мы вообще все можем тут поддавать. Единственная проблема тут, конечно же, заключается в том, что... ХЗ, блин, хочется по-жадному сыграть. Хочется вообще зажадничать. Если я зажадничаю, мы просто лузанем. Так что, к сожалению, Череп Гулдана будем делать на другом ходу. А сейчас мы просто вот так вот все это потрейдим. Здесь, наверное, пожадничаю. Хотя если он затрейдит, не, это супер жадно будет. Окей. Против токенов мы, естественно, все всегда будем стараться чистить и не подыхать. Не подыхать, если бы мы сейчас оставили ему хоть какое-то существо под какой-нибудь забаву, да? Было бы намного хуже, чем... Сейчас посмотрим барабанная дробь. Черновая стража плюс... Черновая стража, лу. А, ну да, ну допустим, да. Он бы затрейдил, у нас бы еще была небольшая проблема. Окей, еще один пронзающий взгляд. Можем заюзать. Так, сначала только вот так сделаем, конечно же. Чтобы отхил не потерять. Ну да, мы можем взять призрачное зрение. Здесь все-таки ДХ подобного плана очень сильно нужно нам стараться перебирать максимально быстро. К нам зашел Таллас погостить. Плюс у нас есть обжигающий жар, что тоже супер найс. Потому что мы его стол сможем вынести. В зависимости от того, что он сейчас делает. Надеюсь, одеревенения не будет. Если так, то нам придется отдать Талантливый Чародей обжигающий жар. Таким образом мы потеряем наш вин-кондишн через ОТК заклинания. Окей. Окей. Хм, так, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, рискуем. Надо рискнуть. Я считаю, здесь нужно рискнуть. Потому что иначе будет очень неприятно. Да, наклада это гибрид. Она играет очень хорошо, если уметь. Да, там есть одеревенение, само собой. Сейчас я себе микрозапорол. Микрозапорол. Мы этот стол полностью чистим. Полностью прям. Но проблема в том, что мы здесь будем отдавать слишком много. Даже слишком. Слишком, слишком, супер слишком. Да, два обжигающих жара, к сожалению. Но иначе-то никак. У нас есть еще один череп Гул'дана. Все взгляды обжигающие вышли, поэтому мы 100% его на следующий ход сделаем. Черношип нам вызовет сектанта Иглас... Игласвина и Тилана, что тоже супер-найс. Так что, в принципе, в принципе, исход далеко не самый худший. С учетом того, что у него сейчас карт в руке не особо много. Да, мы потеряли все наши ауешки, но у нас еще есть хорошее закрепление за счет двух провокаций, которые... Во-первых, одну, которую просто сложно пробить. Это Тилан, да? С божественным щитом. Вторая хилит. Выглядит все вообще не худшим образом здесь. С учетом нашего матчапа, конечно же. Что там за две мертвые карты у него, я не понимаю. Окей, они не мертвые. Череп Гул'дана, сразу джебейт. Сразу мега джебейт, но мы не поддаемся на провокации. Окей. Без сверта хрипов у нас больше нет. Двунный прыжок вышел. Так что все, что нам остается, это просто идти в лицо. Переобывать пушку. И надеяться на лучшее. А лучшее это полная комба с черепу Гул'дана. И, естественно, не летал от друида на этом ходу. Летал, который здесь может быть, я подозреваю... Забей. Я подозреваю, у него этих карт нет, так что это консит. Что ж, следующая катка, и мы с вами попались на Димон Хантера. Я так понимаю, что это будет Мирор, потому что прямо сейчас я в легенде этой очень много нахожу челов, которые не прочь побаловаться с подобным Димон Хантером. Ну, что ж. Тут кто первый доберет все, что нужно, тот и победит. Как и в любом другом Мироре. Не уверен еще, против какого ДХ мы попались. Сейчас самые популярные версии это вот этот вот гибрид от Грузина. Либо просто предсмертный хрип ДХ, темповый такой. Исключительно вот такого вот Олдового. Давайте сделаем так. Уже хрен с ним. Просто сразу две карты заезжаю, чтобы максимально переврать колоду. Исключительно ОТК Димон Хантера я не встречал уже давно. Возможно, это будет чел вот этот. Но, опять же, непонятно. Чем хорош вообще этот гибрид ДХ, и почему сейчас я буду советовать вместе с Грузином использовать данного гибрид ДХ поверх исключительно ОТК ДХ, либо исключительно темпа ДХ. Хоть в принципе я бы сказал, что если вы не очень умеете играть на ОТК ДХ, или вам просто жестко не везет, то оставайтесь на темпу. Он, как по мне, так более стабильный. Для обычного такого среднестатистического игрока, который берет легенду, хочет чуть больше, либо берет там алмаз и хочет выйти в легенду на вот такой вот красотулечке. Типа это, конечно, все полное говно, что мне дают в руку. Прям супер говно. Выставлюсь так. У нас рукой все супер ужасно. Надо будет выставлять талантливого чародея. Просто выкидывать его из руки до пятого хода. До шестого, точнее. На шестом ходу 100% мы должны вот это вот слева выкинуть. И вот засетапить наш хороший череп гулдана. Здесь по-любому будет пронзающий взгляд. И я все больше и больше убеждаюсь в том, что мы с вами попались на Мирор. И здесь уже кто первый, тот и красава. Кто первый сделает красиво, тот первый сделает красиво. Ауф. Чтобы победить, в данной колоде нам нужно либо отбиться от агрессии, как было в случае с этим токендруидом, либо мы с вами сетапим комбу. Тут все просто. Вы выставляете елгеноты, вы выставляете талантливого чародея, двух маргов механологов, удешевленных за ноль благодаря крикуни Скверны. Ну там типа один будет за ноль, другой будет за два. И затем просто фигачите вопль Скверны, для которого, собственно, елгеноты был создан. Кстати, мы с вами попались на 100% железобетонно ультрамега, даже не, даже не близко. Ультрамега даже не близко. ОТК Димон Хантера, что очень интересно, как по мне. Я выставлю талантливого чародея, само собой. Даже пронзающий взгляд здесь использую, просто потому что... Нужно отхил, нужно что-либо, блин, я не знаю. Просто так надо, парни. Так надо, потому что изгой, само собой. Надеюсь, что там говно. Окей, он делает говно. Сейчас он сделал череп гулдана, но, как вы поняли, он с изгоя не засетапил, у него что-то не пошло немного. И он позволил нам вот такую вот красотулечку исполнить. Здесь уже я не буду особо надеяться на черношипа, потому что побеждать здесь далеко не то, то на столе выставиться. У Димон Хантеров зачисток миллиард подобного плана, так что, как бы, это просто будет пустая трата моего темпа и маны. Так что... Кстати, да, мне еще эти... Не приходят вообще пресмертные хрипы, на которых здесь все и завязано, на самом деле. Которые, ну, не то чтобы тут все на них завязано, но они очень хорошо вписываются. А вписываются почему? А потому что... М? Окей, острый бивень есть, шикарно. Ммм. Мстительного духа возьму здесь. На мстительный дух и чех. И переобую пушку. Потому что нам нужен максимальный добор. Пресмертные хрипы здесь тоже отличные. Добор карты две штуки. Отхил, если вы попытаетесь против агрессии, чтобы выживать. Еще один добор карты сталнаса. Но сталнас всегда вписывается, потому что... И его СПД хоро... О, нет! О, нет! Чел, ты меня переиграл, походу. О, нет, сейчас будет конечное. Стример ошибся. Как обычно, ноль мисплеев. Что ему нужно сжечь, чтобы выиграть? На самом деле, вообще насрать. Даже если он Марга сожжет, это не будет прям таким конкретным дэмэджем для нас. Потому что всегда есть еще один Марг. Тектант вышел. Ничего страшного. Можем выставить черношипа. Да, давайте выставим черношипа. Выставим еще. Собиратель от сокровищ. И еще собиратель от сокровищ. И юзнем вопль скверный вот сюда вот. Чтобы немного отхилиться. Но сейчас мы гарантированно добираем 4 карты. И там все эти картонки нам дают комбинацию. Так что, либо он леталит меня на этом ходу. У него еще пол колоды, я попрошу заметить. А, стоп, мы добираем вообще всю колоду свою. Да, тут невозможно проиграть. Это стопроцентный сетап. Ну, собственно, вот поэтому это и работает. Как бы да, есть еще один вопрос. Казать для того, будет он это все чистить или нет. Потому что, если он это чистит, мы овк все добираем. Вообще все. Будет лицо просто. Окей. Умный. Еще! Еще! Отдай! 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 Моя колода омега пуста. Супер омега пуста. И таким образом мы становимся победителем этой партии. Работаем, парни! Работаем! Что ж, следующая катка и мы снова с вами попались на Димон Хантера. Интересно, что нам их просто дают. Кучами, кучами просто наваливают этих ДХ. У нас, опять же, все очень даже неплохо. Хорошая рука. Да, нам придется опять талантливого чердея выкидывать, чтобы сделать череп Гул'Дана под изгой. Но, с другой стороны, ничего страшного. Что ж, в прошлой игре как раз-таки получилось вам продемонстрировать, насколько вообще хорошо себя чувствует данная Дека в Мирорах. Да, там у чела стопроцентный был не заход, иначе он бы намного жестче вокруг всего этого отыграл и, скажем так, посопротивлялся хотя бы чуть больше. Но, что получилось, то получилось. Хороший, кстати, тапдек сейчас темповый. Мы с вами, так как здесь хитрая нарушительница, я ее вижу за версту, да, попались против темпового вариации. И здесь будет страшно, если мы не успеем найти нашу комбинацию до выставления ужасного просто, ужасного и могучего Иллидари Инквизитора, этой супер имбы. Ну, а пока просто отдыхаем. У нас, в принципе, заход хороший. Можем сейчас сделать талантливого черодея. Понятное дело не потому, что я хочу замисплеить, а потому, что я хочу застапить череп Гул'Дана уже на пятый ход. У нас хороший темп за счет этого получается, плюс еще добор. Надеюсь то, что с черепа Гул'Дана мы получим... Ну что? Ну, в идеале нам получить вообще всю комбу. И его уничтожить в этот же ход. Но это чисто мечты. Хотя мы бы это все равно не сделали. К сожалению, Илгенота мы уже не получим за одну ману, как в прошлой катке. Но все равно есть еще варик получить Марга за ноль, например. Здесь наш винкондишн заключается в выживании, естественно. Чел тут флексит, как он красиво может забирать мой стол без... Вообще с минимальными затратами, да. Ну, это удача ему, конечно, с этим... Так, так, найс. Окей. Окей, окей. Честно, мы сейчас вот так вот потрейдим. Потому что Крин как бы не получает этот эффект неуязвимости. Получают все остальные. Ну да ладно, жалко, что я этот остребивень не сломаю. И мы не получим пресмертных рипсущества для иглосвина сразу в руку. Ну хрен с ним. Не волнуемся, потому что, как я и сказал в прошлой катке, у Димон Хантеров есть вообще подобного типа, да. Он ОТК миллиард ресурсов для того, чтобы чистить стол. Так что, чтобы он здесь не выставил в разумных пределах. С черношипом будет травл, если он его нам поставит. В остальном вообще насрать. У нас уже есть Корнософия под Марго. У нас уже есть Вопль Сперна. У нас есть Элгенот. Но, естественно, без талантливого чародея тут как бы каши не сваришь. Либо сваришь очень мало. Вышел ты Лан. Лан ему доберет Нзота. Либо... Либо говна. Продавец говна. Так, давайте, короче, вот так. Это, кстати, произошел сейчас классический Ордер Лул от Плагиатуве. Сделаем Скорнософию. И я сделаю еще двойной прыжок сразу. Да, пофиг, если череп Гулдана доберется. Но это как раз-таки не он. Потому что нам нужно максимально перебирать колоду. Я очень часто как-то предпочитал двойной прыжок делать исключительно на седьмом ходу. Либо на шестом, если у меня уже было сыгранное лидревидение. Все-таки лучше как можно быстрее перебирать деку в этой колоде, чем выпендриваться и сетапить череп Гулдана под Изгуая. Тем более мы уже один раз его использовали. Хоть, конечно, этот череп Гулдана для нашей комбинации как-то конкретно хорошо не подходит. Отлично, у нас еще черношип есть. Вау, офигеть. Здесь, я считаю, будет нужным бахнуть в... Сюда вот, наверное, да. Потому что мы просто со стола побольше существ уберем. Выставляем черношипа. Сразу же получаем провокацию. Плюс вторую, чтобы жить. Плюс похититель сокровищ, чтобы... Собиратель, извините, сокровищ, чтобы еще добрать карт. Комбинация тем временем у нас типа готова. Но, сами понимаете, у нас тупо маны не хватает. Так что здесь Крикуни и Скверну нужно ждать прям очень сильно. Либо череп Гулдана. В Марго. Плюс Вопль Скверны. Плюс... Ну, все, хватит. Плюс все, хватит. Короче, в идеале просто Крикуни и Скверны, пожалуйста. Это будет плей наверняк. Найс, я сейчас на Крикуни и Скверны надеюсь, когда на 100% приходит. Но не обращайте внимания, это профессиональная деформация. Бля, череп Гулдана, боже. Боже ты мой, что творится вообще? Что творится? Кверка по всюду! Так, на следующем мы сможем, да? 8, 9, да, это Габелла. На следующем кому-то Габелла не хочу особо спойлерить. Не хочу спойлерить, но, по-моему, там конечная кому-то. И этот кто-то не я. Идем в лицо, потому что это нам, естественно, помогает для сетапа. На следующем 4, 6, 8, 9. Ровно. Ух, как же больно будет, ё-моё. Ну, тут Демон Хантер может нам этот вот очень сильно надамажить. Но если сейчас не выйдут какие-нибудь вспомогательные сектанты мёртвой головы, то геймплей этого челика против нас на темпе ДХ закончится прямо здесь и сейчас. Могу лишь сказать то, что его заход был очень средним. Он старался как-то размениваться, потому что, возможно, он не понимал, против чего попался. Потому что этот гибрид ДХ может удивить, действительно. Но, опять же, я использовал двойной прыжок, и он наверняка уже сообразил, против чего попался. Так что у меня вопросики. Вопросики этому челу, на что он вообще надеялся, размениваясь со всем моим хозяйством, вместо того, чтобы давить меня в лицо. Череп Гулдана сомнительный плей. Потому что он обрубает себе темп. Когда ты используешь череп Гулдана с изгоем, ты сетапишь себе темп на следующий ход. Но совершенно не на это. Ого, он даже играет в версии с остальными палачами. Максимально агрессивный. Жестко. Ну понятно. 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 Да свидули. Да отведания, да отведания. Что ж, следующая катка. И мы попались с вами на серого кардинала этой меты. На ханта. Окей, это будет самым сложным матчапом. Здесь я уже паникую, потому что фейсхант никого не щадит. Просто вот, просто никого не щадит. Челик отдыхает. Вообще, мета меняется. Ханты остаются такими же. Ханты абсолютно не ощущают вообще ничего. Тупо пофиг. Иду в лицо. Ничего не чувствую. Я dead inside. Я иду в фейс. Моя белка бьет на 2 в лицо. Твоя она 1. Так что, think about it. Давай посмотрим, кто из нас настоящий босс. Боже, здесь раздупление идет просто вселенского масштаба. Посмотрите. Это темп. Меня сжирают просто заживо. Меня сжирают заживо. Меня уничтожают. Он еще и забафал пастуха. Гений игры. Иначе не скажешь. Смотри сюда. Мы делаем вот так. Мы сейчас очень хитро попробуем. Ой, Мстительный Дух. Звучит хайпово. Но я возьму стелину. Я, короче, объясню, почему я взял стелину потом. Стелина это 800 IQ Play. Меня обыграл Demon Hunter ровно таким образом, когда я был на ханте. Я прям отталкиваюсь от своих прошлых матчапов и пытаюсь сделать выводы и бахать в будущее. Короче говоря, как только он сделает... Четверку свою, которая ему даст стопроцентного 76 люторога, я поставлю стелину и люторога в колоду верну ему. Вот такой я умный. Да-да, это якстан. Здесь, наверное, скорострельность будет в 2-4, иначе я бы вообще не троился с 3-2. Это какой-то бред. Плюс он, естественно, еще не понимает, против чего попался. Ему кажется, что я темпо ДХ. Сейчас просто все это зачистит и не парится абсолютно по поводу своего состояния своего стола, потому что у темпо ДХ вообще нет ауешек. Единственное, там вот эта вот тройка новая, да, змейка. И все, но здесь мы вообще хорошо сетапим, хилимся и... В принципе, ну, скажем так, обретаем контроль над ситуацией. В какой-то мере. Вот таким вот образом. На следующий мы сможем поставить Телана, но лучше сделать Крикунью. Почему Крикунью? Потому что стелина 100% будет изгоем. Но если он сейчас поставит нам 3-4 погонщицу, будет супер плохо. Окей, винтовка. Шикарно, шикарно, шикарно. Отлично, отлично, отлично. Отлично плюс шикарно. Плюс мега шикарно, плюс супер отлично. Сейчас я 100% делаю вот этот плей и мисплею, потому что там огненное, боже. А, нет, окей, все нормально. Я знал, я знал, я знал, 800 IQ. Короче, здесь 2 развязки будет. Либо сейчас он делает погонщицу, и я выставляю отличницу, чтобы замешать люторогу обратно в колоду. Либо он не делает погонщицу, и я выставляю Телана Фординга для того, чтобы засетапить 200-ка черношипа на следующем ходу. По-моему, сейчас какое-то говно происходит на этом столе, прям полнейшее. Супер полнейшее мега говно. Само собой здесь будет... Вау, ну сейчас это странно. Это показалось мне максимально странным, то, что сейчас произошло, если честно. Там будет хаффер сейчас. Да что ты? Окей, там змейки плюс тройка, окей. Окей, там змейки плюс штука, которая 3-3 спавнит существо точно такое же, которое вы атаковали. Очень странно, очень мега странно. Я в шоке вообще, что он делает. Как по мне, так это жопа какая-то для него прямо сейчас. Я ожидал то, что будет куда сложнее. Какие-то секреты вообще рофильные ему попались. Раздачный выстрел 3 урона нанесет нам, если вы знаете механику, как она работает. Если не знаете, могу рассказать. Скорострельность понятна. И, естественно, там все идет в лицо. Черношип нам вызовет кучу провокаций. Так что, в принципе, можно не париться, хоть хп немножко мало. Мало-мало. Есть алгинот, шикарно. Кучу провокаций в скобочках одну. Да-да, я. Не вижу особо смысла здесь как-то трейдиться, потому что трейд нам хуже будет. Блин, как ему везет охренеть. Нет, ему нужно проатаковать лицом. И потом он сходит мне всем остальным в лицо. Что он делает? По-моему, хрень, нет? Окей, это 3-2-2. Так, у нас миллион урона плюс... Так. Так, это будет, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, десять, двенадцать, плюс шесть, плюс семь. Один оф, вау. Ну тогда просто хилимся и все. Ничего сложного. Все максимально просто. Затригерить его секреты. Там змеек меньше заспавнится, чем нужно. Ну да, это консид. Теперь у нас вин кондишн меняется немного. Хотя, стоп, талантливый чердей, это, возможно, Габелла будет. Сейчас, подождите. А, не, у меня мана не хватает, просто хрен с ним, ладно. Окей, просто делаем вот так. Да, я отхилился на миллиард. Я отхилился просто на миллиард, и все. Четыре. Давайте вот так сделаем. Сейчас. Ну да. Меня достаточно. С тебя достаточно. Вау, сколько вин кондишн в колоде, я в шоке. Что ж, ну а на вот этом вот камбэке против агрессивного охотника, который, кстати, является лидером меда, просто так, на секундочку. Геймплей подходит к концу. Если геймплей вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, код этой колоды вы сможете найти в описании и в моей группе ВКонтакте. В качестве заключительных слов касательно этой колоды, хочу вам сообщить то, что она очень-очень интересная, но требует определенной практики. Да, это гибрид. Гибридами играть немного сложно. Сложность практически всегда заключается в мулигане и в том, чтобы научить себя рассуждать немного по-другому. Так как вы не должны рассуждать, играя на этой колоде, будто бы вы играете на темпо ДХ, либо будто бы вы играете исключительно на ОТК ДХ, потому что здесь все-таки нужно совмещать два геймплея, понимать правильно мулиган и т.д. и т.п. и будет вам счастье. Как вы могли заметить, данная колода играет замечательно. У нее есть несколько вин кондишенов. Это либо победа по столу, выживание, либо ОТК, естественно, либо вот такое вот выживание за счет комбы без Илгенота в случае с очень сильной агрессией от Демонхантеров. Клода классная, к сожалению, я вам не смог показать геймплей против... именно здесь, да, в этом ролике, показать геймплей против Вара, но я думаю, что на стримах вы еще сможете это увидеть. Я стримлю каждую субботу, воскресенье, вторник, четверг, а потом и также в другие дни по ситуации. Так что да, вы меня еще сможете найти. Ну а за микрофоном Букариста Плеят огромное вам спасибо за просмотр и увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok